Безбарьерная среда для людей с инвалидностью. Объекты потребительского рынка и бытовых услуг городского округа Люберцы проверили на доступность для маломобильной части населения. Инспекцию провел лично глава округа Владимир Ружицкий. В городском округе Люберцы проживает более 600 инвалидов-колясочников, порядка 200 незрячих и 2000 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Властями региона поставлена задача обеспечить доступ этих людей ко всем учреждениям, как социальным, так и коммерческим. Когда мы готовим проектную документацию на строительство любого учреждения, то ли это школа, то ли сайт, то ли это кафе, то мы ставим задачу и в проекте предусматриваем, что вот эти вопросы, связанные с обеспечением доступа, в том числе маломобильных групп населения, мы ставим задачу. Те, кто уже построен, мы просто пытаемся их призывать к совести, уговорить. Владельцы кафе и парикмахерской на Октябрьском проспекте об этом позаботились. Здесь предусмотрены элементы доступности для маломобильных граждан. Недочеты, которые были выявлены во время рейда, предприниматели обещали исправить. Федеральный закон 419, который в последнее время действует, очень активно ратифицировал права, конвенцию о правах инвалидов на территории Российской Федерации. Он предусматривает и штрафные санкции, он предусматривает ответственность директоров этих учреждений. Помимо штрафа им все равно придется будет предписание сделать это. Программа «Доступная среда» продлена до 2020 года. Ее реализацию контролирует общественность, депутатский корпус, а также правительство Московской области. И лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Луиза Иги Азарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры подогнал «Симон»!